Субтитры сделал DimaTorzok Александр Голубков! Спасибо, что позвал. Спасибо тебе, что пришел. Как с такой фамилией в нашем хоккейном деле? С такой фамилией ничего. Уже люди как бы забыли. В свое время было МММ. И вот меня по МММ вспоминали. Леонид Голубков был такой. Ну, мы с детьми были, как бы мы уж не помним. А с фамилией ничего. Лучше, конечно, был бы, наверное, Голубковский. Мне кажется, она более такая инхаельная фамилия. Я тебя позвал на влажный челлендж. Влажненький. Да, понимаешь? Я думаю, ты понял, да, что? Видишь, там стоят три бутылочки. Они наполнены замечательной водой с Кавказских гор. Артезианский. Артезианский, да, там. Глубинных источников, по которым мы будем сегодня башенки прямо, крышечки сносить и забрызгивать. То есть у них трудное утро сегодня. Я думаю, надо с 10 бросков выбить все три. И вот тогда челлендж будет выполнен. Хорошо. Да? Согласен? Сможешь? Ну, если мы вдруг это сделаем, вообще меткость это не ко мне. Да. Да. Но если мы это вдруг сделаем, то надо будет добавить что-то еще. Ну что, кто бьет первый? Я думаю, я уступлю тебе. Окей, ладно. Девочки бьют первыми. Что не так? Саша, ты знаешь причину? Я пока не знаю. Надо попробовать самому. Вдруг действительно проблема в чем-то другом. Что-то есть какая-то проблема. У меня даже ничего не поднимается. Ну-ка. Я могу дать свою. Да, клюшку, думаешь? У тебя тоже левый? Да. Что-то как-то все... Боюсь, мы этот челлен сегодня не выполним. К вечеру. Давай ты, я не знаю, что сегодня со мной. Не могу даже шайбу поднять. Давай попробуем. Сейчас мы сделаем все красиво, как на этом. Всех звезд матче. Ага. Давай. Попробуем. Значит, просто попасть, да? Вообще, загвоздка в том, что тренер обычно говорит бросай низом. И стучит по шлему, когда летит высоко. А тут как бы обратная задача. Поэтому я сейчас вспомню, с чего я начинал. Нормально. Так. Высоко. Смотри-то, я сбил. Считаете? Конечно же, нет. О, кроссбар. Нормально. Да. Да что такое? Так, надо щелкнуть. Кто сказал, что насилие, это не выход? Ладно, не выход. Как ты пришел, Саня, в хоккей? Расскажи, почему? Вообще, я всю жизнь мечтал о хоккее. О, и так сложилось, что он был маленьким, сидел у окна, слушал, как во дворе парни играют. Ага. И, в общем, мечтал-мечтал об этом, но как-то не сложилось. Потому что потом ушел в борьбу, занимался дзюдо, самбо. Вот, было рядом. Так вот, дзюдо самбо занимался, и в возрасте только 27 лет, ууу, было близко. В возрасте 27 лет все-таки получилось встать на коньки первый раз, но это было как-то очень условно так. Я мог стоять на коньках, но я не мог даже выбрать направление, куда поехать. А, ну это как я, в принципе. Ага. И потом, постепенно, каким-то образом появилась команда вдруг, я даже сейчас не могу точно сказать, как так сложилось, но я считаю, это счастливое такое совпадение. Появилась команда, пришел на тренировку, попробовал, тренер посмотрел, говорит, ну если очень хочешь, давай попробуй. И началось. Оказывается, бывают чудеса в любительском хоккее. Да. Вот это мощь. Слушай, значит, у меня есть шанс. Конечно. Так, слушай, ну это круто. У меня есть такое впечатление, что бутылки скоро переедут вниз. Почему? А, кстати, вариант, да. И вот это тоже было рядом. Мы можем всегда это обыграть тем, что как бы, ну, выше ворот никто не бросает, профи не бросают, любители тем более, как бы, надо же в створ попадать. А, я только додумался. Я только додумался. Значит, я меткий парень. Все, понял, давай. Да, просто почти профессионал. Оп. Вот сейчас, мне кажется, сейчас будет. Первое попадание. Красава, красава. Жаль, еще шапочку красненькую с девочки не снял, но так нормально. Да, это было бы. Ой-ой-ой, он разошелся просто. Сейчас мы ее просто разобьем, пожалуй. Сейчас задраку. Сейчас он попадет в команду КХЛ Кунь Лунь Ред Стар. Давай. Но в девятку зашла бы, воротарь бы не справился. Сам бы прайс бы заплакал сейчас. Бобровский не спас твой удар. Давай. Есть! Я закружился от такой красоты, ребята. Ну, самое малость. Да, осталось еще два броска. И муж, смотри, муж, он выполнил чейндж. Так, ты, ну, ты расслабился. Да. Соберись. Да что такое? Все, звезду поймал. Вот у тебя последняя шайба. Что же он говорит? Слушай, ну ты уже сделал влажный чейндж? Взял, налил воды. Сейчас воротарь придет, в лужу сядет. Бедный. Бедняга. Ну ладно. На то он и влажный. Так, две сбил, но надо все три. Это все вода. Прилипает, я согласен. О-о-о. Что-то сегодня у меня она не поднимается. О-о-о. Я домой. О-о-о. Я понял, в чем секрет. Надо смотреть на бутылку. Да? Да, сейчас буду смотреть на бутылку. Главное попасть по шайбе. Кого представишь? Тут трудно сказать. Это за кадром. А может и не надо. О-о-о. Слэп шет. Да, это же как приводится? Шот. Слэп шот. Слэп шот. Слэп шот. Здорово, друзья. Как приводится? Щелчок. Щелчок. Да. Сленговое выражение. А давай я из середины просто щелкну. Хотя бы душу отведу. Давай. Вот отсюда прям. Тебе можно все. О-о-о. Это все рибок. Бауэр. Очень сложно. Я думал, что я супермен, но не вышло. Паутина у меня не сработала. Хотя какая паутина супермен? Мы опускаем эти гребаные бутылки. И сейчас я прям для вас. Точно. Ну я бы не был так уверен. Мы находимся в хоккейном центре Be Like Pro. Ребята, приходите сюда, тренируйтесь. И может быть, будете лучше, чем я. Так, давай. Поднимите их наверх, пожалуйста. Поднимите их наверх. Ну хоть одну красивой снять. Да не так. Не так. Блин, трудно дается телич. Не можем никак попасть. Мазаха. Мы стараемся душевно. Есть! Так забивал Бэйл через себя. А я с десятой попытки. У тебя есть какое-то оправдание сегодня? Я вчера обгорел на солнце, например. А у тебя какое оправдание? У меня нет оправдания, потому что я каждый раз вот так. Почти. Мне просто сегодня повезло. У меня просто есть оправдание. Так я тоже такой. Надо чаще заниматься хоккеем, ребята. Пожалуйста. Давай, Саня, мощи. Мне кажется, вот она где-то. Победа рядом. Победа где-то близка. Да. Оп. Блядь. Что ты делаешь? Опять налил лужу воды. Я же говорил, влажный челлендж. Ну давай, дорогая. Понятно. Дорогой ее называть не надо. Ой, рядышком. Ой, ну ж как она близка. Ну давай, пожалуйста. Давай. Хоть будь один молодец сегодня. Фу. Устав. Смотрите, друзья. Ну так. Я тебе помогу. Самое главное то, что челлендж себя оправдал на все 100%. Я мокрый, Саша мокрый, лед мокрый. Бутылки уже изначально были мокрые. Шайбы тем более. Так что я думаю, зрители вы тоже немножко вспотели. Смотреть этот позор. Вот. Соберись, соберись. Давай. Я чувствую, что вы меня не поддерживаете. Здорово. Но ты ее сбил. А, я ее сбил. Самок. Самок. Я предлагаю такой вариант. Предлагаю. Хоккей, командная игра. Так. Предлагаю легкая перепасовочка. Вот прям буквально здесь. Тут как бы недалеко. Если что, можно хотя бы клюшкой дотянуться. И мы ее точно собьем. Да, ладно. Но чтобы хоть какой-то был антураж хоккейный, мы сделаем перепасовочку. Окей, я принимаю советы профессионалов. Так. Вот оно. Вот оно. Да вот с чего-то надо было начинать-то, е-мое. Есть! Моща, блин! Я вступаю в стальные крылья. И буду стоять там. Красавчик. Как третья штанга. Как третья штанга. Все, Wayne Grid. Все, спасибо тебе, Саня. Это был просто пиздец какой влажный челлендж, ребята. Я вот... Я употел страшно. Я жопу намочил. Вот. Ну как-то так. Ребята, спасибо, что вы это вынесли. Подписывайтесь на канал Стальные Крылья. А, не, на слэпшот. Слэпшот. Слэпшот, да. Смотрите за Александром, как он входит в хоккей, да. Вот. Так что, да. Вы подписывайтесь на канал Все Хоккей. Ставьте лайки. Комментируйте, ребята, как это вообще все. Вот. Можете меня посирать немножко. Комментируйте колокольчик. Теребите колокольчик. Долбите. Друзья, пока. Все Хоккей Александр Голубков и Андрей Голов. Пока. Пока, друзья. Все Хоккей.